Врач и диетолог Борис Качков Автор сотен видео в интернете на канале YouTube Про здоровье, правильное питание, диеты, лечение В том числе инородными средствами А также автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей Сегодня решил написать новое видео Про гречневую диету А также как правильно использовать гречку И для похудения, и для набора веса И для укрепления иммунитета И для увеличения мышечной массы И для занятий спортом Результат зависит от того Как правильно подготовить гречку Как ее правильно готовить Как и с чем употреблять Важны нюансы Нужно их знать Поэтому, просмотрев это видео до конца Вы узнаете Какие полезные свойства Несет с собой гречка Как правильно выбрать И подготовить гречневую крупу К питанию Ну и как правильно использовать гречку Для вашего здоровья Какие же полезные свойства Затаились в гречке Самый значительный компонент гречки Это углеводы В основном Это полисахарид крахмал До 60-65% И в первую очередь Крахмал Это источник энергии Причем Относительно легко извлекаемый Да, это длинный углевод Но для переваяния которого Уже всего 15-20 минут И в этом как плюс Так и минус гречки Все зависит от того, как вы этим воспользуетесь При правильном использовании которого Можно как набирать Так и снижать вес Правильно заниматься спортом И укреплять иммунитет Это если Крахмал полноценно переварился И усвоился Но Если вы не знаете Как правильно готовить И кушать гречку Чтобы она полноценно переварилась Тогда диетическая крупа Способствует развитию Дисбактериоза кишечника И грибковых инфекций Вы не знаете Как вылечить кандидоз Либо дисбактериоз Возможно Просто гречку употребляете неправильно Об этом Дальше в этом видео Второй по значимости компонент Это Ценные белки Которых примерно 10-12% И которые Относительно легко перевариваются И усваиваются Причем у большинства Полностью Даже при жутеновой энтеропатии Показана гречка Потому как Относится к безглютеновым крупам Но Сегодня Достаточно Распространены Способы Приготовления гречки После которых Эти ценные белки В вашем организме Не смогут полноценно перевариться Чаще всего Они используются в диетах Для похудения И вы не зная Попадаете на проблему Потому как Одновременно Со снижением веса Дают развитие В вашем организме В кишечнике Микрофлоры кишечника Причем Патогенные Микрофлоры кишечника Могут нарушать работу Почек Обострять Подагру А как максимум Еще и снижение иммунитета Получив Добавок Ну Об этих Способах приготовления Опасных Способах приготовления Будет дальше В этом видео А Сама по себе Вот Соотношение Белков и углеводов В гречке Почти идеальное Практически 1 к 5 Это очень здорово Это означает Что гречка Может использоваться Как основной компонент В питании И гречневая диета Имеет право на жизнь Но Ей не хватает Одного очень важного компонента Без которого Гречневая диета Становится Очень опасной И несбалансированной О том Чего не хватает Гречки Вы узнаете Прямо сейчас А не хватает Гречки Жиров Всего-то в крупе Около 3% Этого Крайне мало В 3-4 раза меньше Чем нужно Для правильного питания Именно потому Когда рекомендуют Употреблять Только гречку Или в борьбе За снижение Калорийности Рациона Гречку Используют С обезжиренными Проблемы Будут нарастать Пропорционально Продолжительности Выполнение Таких рекомендаций Поэтому Гречевую кашу Маслом Не испортишь Даже в борьбе С лишними килограммами Нужно правильно Просто это использовать А здоровье При этом Вы только Сохраните Но это Не единственные Компоненты Которые дает Гречка Смотрите видео дальше Вы узнаете Много интересного Еще один важный компонент Витамины Ну куда без них Чай не рафинированная Это крупа И в первую очередь Это витамины ВПВ Что они вам дают Активацию Энергетического обмена На разных его этапах И это полезно Во многих случаях Потому как Предотвращает Одно из самых опасных Осложнений Для многих диет Постепенное Снижение Работоспособности И даже Депрессию Которые очень часто Диету прекращают На любом этапе Вот Гречневую диету Исключительно На гречке Можно продержать Примерно Неделю Если добавить Некоторые компоненты О которых я скажу Дальше Можно Диету поддерживать И 10 дней И 2 недели Дальше все равно Придется переходить На более сбалансированное питание Диету прекращать Но результат Вы получите А какие еще компоненты Принесет вам гречка Они очень интересны Вы узнаете Прямо сейчас Еще один важный компонент Макро и микроэлементы Ну из макроэлементов В гречке замечен Кальций Основные микроэлементы Железо Фосфор Магний Чем они важны И кому нужны Кальция В гречке Относительно мало Всего примерно 30 мг на 100 г Что не позволяет На гречневой монодиете Не испытывать В нем дефицит А это значит Что Или после окончания Гречневой диеты Вам придется Заглядывать К стоматологу Или ортопеду Травматологу Или Чтобы не пострадала Прочность костной ткани И остеопороз Либо артроз Не обострились Вместе с кариесом Нужно комбинировать С молочными продуктами Но Правильно О том Как правильно И какие основные ошибки Допускают При комбинации С молочными продуктами В гречневой диете Будет дальше В этом видео А еще один Очень важный Компонент Это железо Которого В гречке Почти 7 мг на 100 г Крупы Или половина Суточной нормы Железа В 100 г Гречневой крупы Железо Это не только Переносчик кислорода Это активатор Обмена веществ Чтобы он В клетках Не тормозил Ведь вам же нужно Чаще всего Либо Удеть Либо Его иммунитет укреплять Либо Активно заниматься спортом Либо Возможно Набирать вес Железо нужно везде Только Оно помогает Вам Излечь энергию из пищи И направить На ту деятельность Которая вам нужна Поэтому Можно Одновременно Еще и Аномию Подлечить Потому как Удовлетворить Суточную потребность Железе Позволяет 200 г Гречневой крупы А это примерно 660 ккал И В таком На полуголодном Рационе Вы не будете Испытывать Проблем С активным Обменом Веществ И будете Получать Те результаты Которые Хотите получить От гречневой диеты Ну а какие еще Очень важные Микроэлементы Есть в гречке О которых редко говорят Вы узнаете Прямо сейчас Очень важный Микроэлемент Гречки Фосфор Примерно 300 мг В 100 г Гречневой крупы Или 25% Суточной Нормы А это опять Таки Аналитический Обмен Субстрат Для синтеза АТФ Аденезин Трифосфорная кислота Это основное Соединение В котором Накапливает Ваш организм Энергию И из которого Используют На любые виды Активности И особенно важно Сочетание Фосфора и кальция Если только Гречка В рационе Съет 330 ккал Примерно На 100 г То суточная доза Фосфора В 400 г То есть В рационе 1300 ккал С небольшим хвостиком Это тоже Рацион Ограничительный По калориям На котором Можно Снижать вес Но Это Рацион Который Достаточен Для того Чтобы Выполнять И другие А Достаточно Много В гречке И магния Примерно 200 мг В 100 г Гречки Это реальная Профилактика Депрессии Потому как Всего 200 г Крупы И Гарантия Соблюдение Диеты На рационе Всего В 660 Ккал Без депрессии А Для подстраховки Вы можете Немножечко 660 Это очень Низкокалорийный Рацион Его редко Кто сможет Выдержать Поэтому Более Насыщенный Энергией Рацион А депрессия Вас не посещает И это очень важно Вот чего Очень мало В гречке Так это Калия И натрия Они помогают Регулировать Водно-солевой обмен Если Гречневая каша Без поваренной соли В горло не полезет Все-таки Подсолить придется И натрий Войдет То для компенсации Недостатка Калия В гречневой диете Можно добавить Обычные Яблоки Причем даже Полкило яблок При их низкой Калорийности Погоды особой Не сделают Обмен веществом Калорийность Рациона Серьезно Не увеличат А вот Объем в желудке Займут Аппетит Объемом Приглушат Мочегонный эффект И преупреждение Задержки воды Обеспечат И в этом случае Вы Легко сможете Соблюдать Гречневую диету Без депрессии Регулируемо Снижая вес Но о том Как правильно Выбрать И подготовить Гречневую крупу К диете Или к диетам Или к питанию Вы узнаете Прямо сейчас Как же правильно Выбрать И подготовить Гречневую крупу Обязательно Нужно выбирать Цельную крупу Бывает Родел Бывает Сечка Это разные стадии Измельчения Гречки И они Несут с собой Определенную опасность Ведь Гречка растет В условиях Мягко выражаясь Далеких от стерильности И на ее поверхности Может быть Любой набор Произвольный набор Из микроорганизмов Грибков Вирусов Токсинов Яйца паразитов Там могут быть различны А также Простите за пикантную подробность Испражнений Мышевидных грызунов И птиц Которые так или иначе Могли посетить Как поле С гречкой Пока она росла И созревала Набирала Полезные вещества Также Могли посещать Места хранения При транспортировке Гречки Могли поприсутствовать Поэтому и покупаете Целую гречку И перед приготовлением Обязательно промываете В дуршлаге Под чистой Проточной водой После чего Можно ее залить Холодной водой И как минимум Удалить Необрушенную крупу Она имеет Черную оболочку Легко заметно Благодаря этой оболочке Она легко всплывает И может быть удалена Потому как Употреблять в пищу Такую гречку Не стоит Все равно Эта оболочка Не перевалится Правда Немножко замедлит Темп употребления Гречки Так как вам придется Удалять ее Самостоятельно А вот Если будете глотать Ваш желудок И поджелудочную Железу Эта грубая Клетчатка Может раздражать И проверить Ваш желудок На предмет Устойчивости Вашего желудка При обострении Гастрита Гастрододенита О поджелудочную Насколько там Явно Или не явно Проявляется Панкреатит Часто выбирать Рекомендуют Еще один вид Крупы О котором Вы узнаете Прямо сейчас Мое отношение Вы узнаете Прямо сейчас А в последнее время Часто рекомендуют Выбирать Зеленую гречку Мол в ней Больше витаминов Других полезных Веществ Которые при обжаривании Теряются Однако Собственно Процесс обжаривания Мало влияет На уголь витаминов Просто в гречке Много витаминов Группы В А они В своем большинстве Термостабильны И при обжаривании Особенно не потеряются Ну Снизится их Количество В крупе На 10-20% Это не существенная потеря Зато Улучшится усвоение И вот тут Пади знать Где вы выиграли Где проиграли То ли потеряли При обжаривании То ли Выиграли При усвоении Но Параллельно Улучшается усвоение И углеводов И белков А это тоже Немаловажные Компоненты Без которых Сложно поддерживать Хороший обмен Веществ В организме В целом И получать те результаты Ради которых Вы Гречку собираетесь Употреблять Конечно Могла бы Гречка Объединять Витамином С Он термолобилен Разрушается активно Но Его количество в гречке Приближено к нулю Однако Гречку Как источник Витамина С А заодно и Витамина В Использовать можно Только для этого В большей мере Подойдет Не Гречка В виде Каши А трава Гречихи Но Из нее Каши Уже не сваришь А если Используете По своему усмотрению Витамин Вот так На глазок Можно и пострадать Потому как Слишком много Этих витаминов Очень много И при регулярном Использовании Высоких доз Витаминов С и В Резко увеличивается Хрупкость Сосудов С высокой вероятностью Кровотечений Из любого Сосуда В любое Время Даже при нормальном И даже при сниженном Артериальном Давлении Поэтому Таким образом Шалить с гречкой Не стоит Все-таки Лучше использовать Правильно Я бы советовал Вам Все-таки Использовать Не столько Зеленую Гречку Которую Для улучшения Усвоения Полезных Веществ Вам придется Обжаривать В домашних условиях Есть вероятность Что Вы ее Пережарите То есть Вы испортите Продукт питания А вот Как правильно Использовать Гречку Для здоровья Чтобы Вы Получили Ожидаемый Результат Если Вы хотите Использовать Гречневую диету Для набора Мышной массы Перед занятиями Спортом Тогда минут за 40-60 До тренировки А при плохом переваривании Пищи За полтора-два часа В Ваш организм Должна попасть Гречневая каша Размазня С небольшим количеством Жира Одна-две чайных ложки Вполне достаточно А будет это Сливочное масло Либо растительное Масло Зависит от Вашего Вкуса Каша Размазня Обеспечит Ваши занятия Энергией Ну а вода Которая там находится Поддержит Водный обмен После занятий Спортом Если это конечно Не шашки Шахматы Вначале Компенсируйте Потери воды Они определяются Легко По снижению веса За время тренировки До и после тренировки Взвесились И разницу Вы должны компенсировать Вы ее потеряли Да Вы активно занимались Потерялись С трудовым потом С выдыхаемым воздухом Вода оттерялась И только после этого Принимаете пищу После того Как воду Вы компенсировали Чтобы Вас Хороший аппетит Легко появился После тренировки Если Вы Не довели уровень Сахара До нижних пределов Вам поможет 200-300 мл Сока Кислого Либо кисто-сладкого Вкуса Количество Входит В ту Компенсацию Тех потерь воды Которую Вы за тренировку Потеряли А после этого Минут через 10-15 Принимается Гречневая каша С мясом Рыбой Птицей Правильный выбор Какой компонент Белковый Вы еще добавите В свой рацион Зависит безусловно От времени тренировки Если же Вы хотите Использовать Гречневую диету Для снижения веса Тогда Вы готовите Гречневую кашу Из 200-300-400 г Гречневой крупы И делите ее На 4-5 приемов С добавлением По вкусу В каждую порцию Одной чайной ложки Растительного Либо Сливочного масла Растительное масло В данном случае Предпочтительнее Оно позволит Вам более активно Сжигать Именно жиры Животного происхождения Накопленные В жировой ткани А само по себе Масло позволит Беспрепятственно Пройти Этим жиром Из кровеносного русла Через Вашу печень И желчный пузырь Кишечный То есть Покинуть Ваш организм А вот Если в семье Есть проблемы С суставами Или Вы хотите Гречневую диету Подтянуть Не 7 дней А 10 или 14 Тогда начиная С третьего приема пищи Каждый день Вы принимаете По 100 200 грамм Кефира Йогурта Простокваши Не менее 2,5% Жирности На этом делаю акцент А для предупреждения Задержки воды В Вашем организме С каждым приемом пищи Еще Грамм 100 яблок Или несколько Более В этом случае Ваша гречневая диета Будет более полноценна Вы не будете После диеты Думать Как восстанавливать Свои суставы Как Помогать Стоматологу Искать дырки В Ваших зубах Ну и Лишняя вода В организме Не задержится Но это Шаблон Применение Гречневой диеты В чистом виде Есть Попытка Разными способами Ускорить Снижение веса И вот здесь Вы попадаете На серьезные проблемы О которых узнаете Прямо сейчас Часто В гречневой диете Для похудения Используют Сырую гречку Замачивая ее На несколько часов В кефире Простокваши А экстремалы Просто в воде Ну на первый взгляд Кажется Что гречка готова К употреблению Она ведь при замачивании Увеличилась в объеме Но Это Крахмал гречки За несколько часов Контакта с водой Впитал эту воду Крупа увеличилась в объеме А белки Как были Так и остаются Сырыми Не готовыми К переварению В вашем желудке В вашей пищеварительной системе Но иллюзия готовности Гречки Создана Результат Простой Полноценного переварения И усвоения Того что В гречневой крупе Не будет Калорийность Рациона Резко падает И первые дни Гречневой диеты Потери веса Вас радуют Несказанно Но потом Накроют депрессии На фоне Разгулявшегося Дисбактериоза Кишечника Грибковых инфекций Вы Создали серьезные Проблемы Своему организму Но еще хуже Когда используют Не обжаренную А зеленую Гречку Таким способом Она этот процесс Только ускоряет Из такой Гречки Белки перевариваются Еще хуже Безусловно Гречку можно Обжарить И самостоятельно Дома И резон в этом есть Это одна из возможностей Дезинфекции Но Легко пережарить И потерять Значительно больше Полезных веществ Создав Проблемы Для своего здоровья Потому как Пережаренная Гречка Не столько полезна Сколько становится Более вредной Но выбор Каждый делает Для себя Ну а как Использовать Гречневую диету Для набора веса Вы узнаете Прямо сейчас Если же вы хотите Использовать Гречневую диету Для набора веса Тогда вы готовите Гречневую кашу Из расчета 300-400 грамм Крупы в сутки И каждой порции Перед употреблением Добавляйте Не менее 2-3 чайных ложек Растительного Либо сливочного Масла Либо 1-2-3 столовых Ложки сметаны Выбор жира За вами Количество Каждый прием Пищи Примерно 20% Суточной потребности Напомню Суточная потребность Жира Грамм на килограмм Веса Жирность сметаны Не имеет значения Вам нужно Количество жиров Чтобы оно Соответствовало Вашему весу Если позволяет Поджелудочная железа Жиры Можно постепенно Увеличивать Но Есть одно Принципиальное Но Принципиальное условие Если в диете Для похудения Время На прием пищи Максимум 10 минут После которых Должна начаться Какая-то Небольшая Физическая Активность Это может быть Прогулка По В какой-то Парковой Зоне Может быть Небольшая Уборка В доме То Диете Для набора Веса Не имеет значения Время Приема Пищи Но От начала Приема Пищи И В ближайших 40-60 минут Должен быть Отдых Начали вы Прием пищи В 8 часов До 9 утра Включая время Приема Пищи Вы должны Отдыхать Сидячим Полусидячим В горизонтальном положении Выбор Ваш Но Для набора Веса Вы так должны делать После каждого Приема пищи Или чаще Так делать Чем не так И 2-3 дня На такой диете Пройдут легко А потом Постепенно Вы должны будете Рацион свой Расширять И другими продуктами Прием питании Но Про гречку Не забывайте Кашу Маслом Не испортишь Особенно Если Вам нужен Набор веса А вот Если Вас интересует Гречневая диета Для укрепления иммунитета Если же Вас интересует Гречневая диета Для укрепления иммунитета Тогда Гречневая каша Должна стать Постоянным компонентом Вашего рациона питания Почему Вы уже это знаете Она достаточно хороша Достаточно Сбалансирована И полноценно И максимально Вытеснить другие Крупы Овсяную Рисовую А также Расширить нужно Рацион Другими продуктами питания Гречка Прекрасный продукт Сбалансированный В какой-то степени Но При длительном приеме Он будет Разбалансировать Работу Вашего организма И чтобы Вам было Легче ориентироваться Самостоятельно Подбирая себе питание Посмотрите Видео Консультация Врача диетолога онлайн На моем канале Там Достаточно Много полезной информации Чтобы Знать Как жить лучше И дольше И участвовать Не только в чужом бизнесе Особенно в медицинском бизнесе Но и активно Развивать свой А на этой Позитивной ноте Я это видео Буду заканчивать С привычным Подписчиком Моего канала словами Крепкого вам здоровья И разумного К нему отношения И пока вы думаете Кому отправить Ссылочку на это видео Каким способом Поставить лайк Я подумаю Какое еще видео Написать на эту тему Для вас До новых встреч На моем канале Если вы не подписчик Не забудьте подписаться Более 600 полезного Интересного видео На одном Медицинском канале До новых встреч